Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного! Номер 896. События дня. Откровение 10.6. Времени уже не будет! Эфесянам 5.16. Дорожа временем, потому что дни лукавы. За 30 мая 2018 года. 1 Коринфянам 7.29.31. Я вам скажу, братья, время уже коротко. Так что имеющие жены должны быть, как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром с ним, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего. Это я Володе пишу. Тюг сена 1. Завезите обязательно на Рыжковский, Северный пруд, и стволите у прорыва на дамбе. Это обязательно. До субботы это нужно сделать. Потому что я в субботу приезжаю и сразу туда успеть, пока там есть что-то задержать. В деревне некому там работать. Владимир говорит, Игнатий Тихонович, мир вам! От Господа нашего Иисуса Христа. Вы как в воду смотрели? Изобретательно зло. Это про Никиту. Вы видели это еще в начале. Пусть он поймет, кого он оставил. Будет плакать тенистыми слезами. Не понял, что это значит, тенистыми. Никак еще не мог придумать слова. Опубликуйте эти доводы, пожалуйста, в события дня. Еще да... Ну, посмотрите сначала ролики, когда был Никита здесь, заезжал, уезжал. Все по-хорошему. Мы молимся за него. Кто говорит, он обязательно вернется. Другие никогда не вернется. Третий сбежал. Его там эксплуатировали. И все это злобой такой. Вот, видишь, там специально вот я делаю. Люди приезжают. Вот Никита дом построил. У него отняли. Дом построил. Он гвоздя не забил там. Ни одного. Ни одного. Дом построил. Никита приехал. Он топор молотка не оттыщит. Ну, ему был подарен дом. Подарен. Дом готовый. Купил я и подарил. Живи. Ну, нигде ни одной дыры даже от снега не закрыл. Ну, то есть, неприученный не знает. Вот что? Скрывать-то нечего тут. Понятно. Я, конечно, подарил. Ну, с условием, что если за домом смотреть не будешь, то наш договор теряет всякую силу, потому что он на разрушение пойдет. Он поднялся, ушел и все. Никаких документов не было. Ты жил. Делай, что надо. Я говорил, мать пригласи, чтобы посетила тебя. Ну, этого ничего не было. Теперь говорит, а чего он уехал? Ну, то, что дом построил, я дома строю, это отнимаю, а люди строят рабами. Ну, то есть, бесовщина. Ничего не знают, ничего нет. На наших ресурсах пляшут. И, главное, копию себе сделают. И там их теперь может что угодно. Ну, это муляж. Это как в немецком, не знаю, это немецкий, уже русский был плен, они попали. Генералы их отдельно содержали. И они все разыгрывали сражения. Как было, почему там-то, там-то поражение было. Ну, там они ум прилагали. А здесь ничего нет. Все, абсолютно все клеветадно. Ничего нет. И руководить всеми священнику. Это ДС. Они прям наслаждаются. Ну, какие же священники? Какая молитва? Не знаю. Это только на сегодняшний день сколько? Ну, я говорю, за два месяца заблокировал более пяти тысяч выступлений. Тысяч! Ну, пять тысяч. Это, понимаете, половина дивизии. Так за это время-то еще сколько прошло? Ни одна сотня еще получилось. Убрал. Всякую гадость, матерщину гонят. А Никита побыл здесь по-хорошему. Все, съездил даже. Наверное, выписался. Вчера еще был здесь. На занятиях участвовал. А сегодня у нас 31 мая. Ну, 30 мая он еще был, жил у Сергея Пупкова. Николая. Игнатий Тихонович, мир вам. Марина Хрисенко, судя по всему, едет. Сомнительный путь избрала. Какой-то попуткой до Москвы. Рисков такой поездки масса. Напланировала тут много всего в Москве за один день успеть. Я ей не рекомендую это так насыщать день, чтобы спокойно сесть на поезд. Она гулять по центру и на Берсеневку собралась. Все рядом. Но она тут не местная. Может заплутать. Вообще здорово, конечно. Но ее понять можно. Целый день сидеть чего тут. Тем более адреса данные. Прошу прощения у вас. Но с моим приездом в Потеряевку. Пока совсем все не ясно. И на работе отпуск пока не дают. В минувшее воскресенье был в храме. И меня позвали в экспедицию. Восстанавливать храм в Малую Фехтельму. И Турчасово на реке Онега. Бревна коричь. И крышу перекрывать. Там едет молодежь из Москвы. Может быть невесту пригляжу себе. Невесту пригляжу себе. Молодец. Вот хорошо были раньше свати. Они все знали то другое. Кто кому подходит. А сейчас сам должен все это делать. Свати никакой нет. Это очень плохо. Вот послал, допустим, Абрам слугу свою. Он поехал. Исааку жену нашел. Ну, потеряевки замечательные жены. Какие они заботные, внимательные. Приятно посмотреть. Вот такую бы себе найти. Никиту спрашивал. Ни одного не увидел хорошей. Фактически. Это тоже неправильно. Думаю, что если свой отпуск тратить на помощь другим, хорошая должна быть жена. За счет того, что там и как-то Господь. Не знаю. Вот я ему отвечу тут. Марина говорит. Игнатий Тихонович, мир вам. Максим Никрутенко перекинул мне на карточку деньги за книги. И дальше больше того. И теперь мы ломаем голову. Что с ними делать? А обналичить их тут я могу без потерь. А потом поменять их на рубли тут в Украине или лучше в России. Или вообще не снимать их с карточки. И уже на месте перечислить их вам. Решил написать вам. Сделаю, как скажет. Я пишу. Это вам на дорогу. Зря не тратить. Нигде. Видите, вот она все советуется. Как? Из чего он туда переслал за книги? Книги, если выписал, то мои книги. И чтобы по другому адресу рассчитываться. Такого тоже не ожидал. Это вообще. Я могу сказать, ничего не получал. Знать не знаю. Ну, это тоже как будет выглядеть. Серахов 19.1. Работник, склонный к пьянству, не обогатиться. И ни во что ставящий малое, мало-помалу придет в упадок. Это я пишу. А то сохраните в счет билета на обратный путь. Ну, потому что Бог его знает, как тут, что будет. И поэтому Николай, мир вам это, пошел невесту искать. Я полагаю, что смогу отдать вам долг здесь. Полагал. Потому что он купил билеты Марине с дочкой Полиной здесь. Или книгами своими. Как пожелаете. А теперь как рассчитаться с вами? А вы про жену какую думаете найти при постройке храма? Это выдуманная фантастика. 1 Коринфянам 7.29.31. Я вам скажу, братья, время уже коротко. Так что имеющие жен должны быть, как не имеющие. И плащущие, как не плащущие. И радующиеся, как не радующиеся. И покупающие, как не приобретающие. И пользующиеся миром всем, как не пользующиеся. Ибо проходит образ мира сего. Вот это все, что есть такое временное, такое ненадежное, и так быстро все это пролетает просто. И пишу 1 Коринфянам 7.27. Соединен ли с женой? Не ищи разводов. Остался ли без жены? Не ищи жены. Это столько тебе с ней будет. Ну, не знаю как, но обычно. Она уже буквально в первую же неделю уже все слегла больная. Ходящие аптеки. Потому что неправильно жили. Танцевали везде, и ноги боляты. Вот. Рустик. У нас 4.48. Нужно на молитву вставать. Игнатий Тихонович. Если врагов много, а я один, неужно, что нет у меня льготы поступать с ними по лукавству их. Видите, что? Колосин 2.8. Это он пишет так, это писанием уже, видишь, как оперирует. Ну, что я могу сказать? Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией или пустым обольщением по преданиям человеческим, по стихии мира, а не по Христу. Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего вы держитесь, как живущий в мире? Это я, видимо, ему написал, ответ дал. Ну, да, это мои слова. То есть не мои слова, а вот эти места писания прочитать я ему дал. Так что впереди, где по хвалу говорил, и убрать надо. Вот здесь это, вот, это Колоссян, тут уже мой ответ ему. Юрий Соболев. Сердечно благодарю, Игнатий Тихонович, за ваши ответы на мои вопросы. Получил их в выпуске «События дня». Ждал. Очень понравились ваши ответы с различными примерами из вашей жизни. Обстоятельные, необычные, интересные и, главное, живые. Ради такого удовольствия хоть нарочно измышляй вопрос. Спасибо вас, Христос. Это я пишу Володе. Володя Голубей закрой на своей голубяти в пятницу вечером в сумерках. А Душина на скворечнике полностью открой до пятницы. До пятницы. Рустик, даже не знал, что буду рад очередному посту, так как предыдущий дал мне огромную пользу. Я уже не такой пухлый, как ранее. Ткани должны утончаться, а не утолщаться. Толстая чрева не рождает тонкие мысли, поэтому Петровский пост с 4 июня по 11 июля будет мне только на пользу. По познаванию на самом деле уйма и отойти от веры евангельской можно за считанные секунды одной лишь только ошибочной мыслью. А потом и бороду может сдуть легко. И скатиться на уровень ниже принтуса так же просто, а вот поднять сложно. Бог взращивает, обихаживает, а сатана в квартире пожил в одной, нагадил и переехал в другую. Поэтому всех старых друзей, в кавычках, я держу на дистанции, так как они мне ничего полезного не могут принести, а только лишь могут заразить своим языческим ядом. Отсёк я руки и глаза повырывал, которые меня соблазняли. Велик соблазн, но горе тому, через кого он приходит. Это я уже усвоил. Слава Господу Иисусу Христу. Вот отсёк, глаза повырывал. Я этого сказать о себе не могу. А вот это прямо сразу раз, а уже через день всё по-другому. Это нельзя слова говорить. Никак. А ты до смерти будешь вырывать. Эти священники, волки в овечьей шкуре, не остановятся никогда ни перед чем, никогда не поменять священство, не поменяв перед этим власть, которая бы способствовала возрождению православия. Любая община рано или поздно будет раздавлена. Так как идти против вражна власть имущих очень сложно и практически невозможно, нужно вымаливать у Господа верующих правителей, а не кривителей. Иначе остаётся только подвиг мученичества в данное время, в которое вся власть экспериментальная. Ну, не знаю это как. Надо делать, работать, создать общину, живите, деревню вот мы начали строить. Жизнь, непрерывная жизнь. Вот ехать, думаем, уже всё, подготовка. А так один сидит и только думает, а этот не такой, а этот не такой. Это тоже... Надо конструктивную программу, а не негативную. Пишет Диакон Андрей. И пишет с документами, вот как. Сколько денег берут где. Сама по себе платность требований священия не вызывает у меня вопросов. Смотри мою давнюю статью «Откуда у церкви деньги?» Но почему новые цены должны устанавливаться аж указом? Тем более, что речь идёт о размере пожертвования со стороны людей, которые, по идее, никак не зависят ни от епископа, ни от настоятелей. Почему ни письмо, ни памятка, ни обращение к отцам-наставителям или наставление им же? Для них, лириков, поясню, указ. Указ – это высшая форма выражения начальственной воли в нашей церкви. Московские священники при знакомстве спрашивают, «Ты тут служишь по указу или по распоряжению?» Указ – это нечто более прочное. Как и распоряжение киевского митрополита о сугубом посте по пятницам, выбор именно таких названий показывает, что слуги, слуг Божиих-то, мыслят себя лишь в одном формате отношений с церковью. Власть вошла в них навсегда и растворила в себе особое сыктывкарское таинство. Развенчивание за 500 рублей придумали таинство. Еще самоубийцам наказывают рублем, а отпев самоубийц в два раза дороже обычного отпевания, как изначается, чтобы деньги. Совершенно неверующие, безбожники. Безбожники – лютые волки. Лютые. Есть процедура снятия церковного благословения на брак, снятие, которое было, но никакого обряда при этом не проводится. Просто человек приходит в церковное управление и приносит справку из гражданского суда, о том, что брак расторгнут. Никаких денег при этом никогда не предполагалось передавать никому, и ритуальных действий не происходит, рассказал предотдиакон. В Сыктывкаре хор поет не Исаия Ильику, а Исаия Горюй. Или супругов водят вокруг аналоя в обратную сторону, или они свечки тушат, а не зажигают. Недумевает он. Но плата за развенчивание радикально удаляет человека от Христа. Он будет считать оказанную и оплаченную услугу законной и лишается права для покаяния, подчеркнул Кураев. Несколько лет назад Синод нашей Церкви принял вполне мудрое решение разрешить поминовение людей, покончивших самоубийством. Был разработан специальный чин, в котором нет слова отпевания. Скорее, это такое молитвенное сочувствие родственникам. Там нет таких высоких фраз, как со святыми упокой. Но все же человек не скотина, поэтому просто так забросать землю и разойтись нехорошо, отметил он. Их на отдельном кладбище хоронили, где попало. Нехорошо, они заботятся о людях. Ну, по неволе вспоминаешь великого инквизитора. Вы спасли только каких гордых, кто соблюдает там в Западе, а мы планку принизим и всех спасем. И после смерти они обрящают лишь смерть. Марина, я поблагодарила Николая за заботу. Чувствуется, что он искренне тревожится. Мы будем очень осторожны. Маршрутка в Москву прибывает в 6 утра, а поезд в Корчино в 18.00 вечера. Ну, как же я буду томить себя и ребенка на вокзале, где, думаю, не менее опасно. Если не надеяться на Бога, то можно помереть только от предвкушения опасности. Спаси, защити и помилуй нас, Господи. Николай, спаси Христос. Я ему написал. Двоих Господь посылает, сыновей-то. Один говорит, не пойду, а пошел. А другой говорит, пойду и не пошел. Кто лучше поступил? Основное – это отсутствие отпуска. Деньги возвращать не нужно. Хотел помочь. Вот и помог, во славу Божию. А, вот как. Вот он это сделал. Меня не предупредили. Ну, а я тут уже марокую, как лучше это сделать. Как важнее, когда отдать. Буду держать вас в курсе. Простите, пожалуйста, еще раз, что попросился, а теперь сам не могу. Хочу в другое место поехать. Я отвечаю. А как вам кажется, у одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал, сын, пойди сегодня, работай в винограднике моем. Но он сказал в ответ, не хочу. А после, раскаившись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Это сказал в ответ, иду, государь. И не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему, первый. Иисус говорит им, истинно говорю вам, что маятареи, блудницы, вперед вас идут, Царствие Божие. Матфея 21, 28, 31. Я отвечаю, Володя, хорошо обиходь с Амманной, там дом так называется, простыни, если есть, выхлопать и под матрас убрать. Приезжают корреспонденты разные, из разных мест, и Рея новости могут быть. У всех должны быть две простыни на волочке. Они это знают и звонили уже. Ну, все, осмотри, лишнюю траву убрать, проходы все очистить от того, что мешает. Сергей еще не решился. То есть Пупков. А то ему в вольере убрать траву и проще. Я вас сегодня предупредил, как входить. Один там сказал, ну, нельзя так-то забрасывать. А он именно позвонит, чтобы я обратил внимание. Раз, а другой, и третий, ничего не слышит, как больной. Ну, и пришлось заблокировать. Почему нарушаете? Виталий Мелехин. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Можно ли мне будет к вам приехать, когда это можно сделать, и на какое время можно к вам приехать? Я православный верующий, регулярно бываю в храме, не пью, не курю, культурный и вежливый человек. Уважаю старших. Хочу к вам приехать в гости, потрудиться во славу Божию. Вы сможете предоставить мне временное жилье? А может, мне так понравится у вас, что я захочу у вас жить на все воле Божие? Я живу в столице Карелии, в городе Петрозаводск. Если вы разрешите к нам приехать, то я найду способ до вас добраться. Жду от вас ответа. Мне 29 лет, не женат. И Никите 29 лет, не женат. Никита только выехал, и сразу другой. Я отвечу. А одинокие не приживаются. Только молодые семейные с детьми могут поселиться после проверки и разрешения. Он говорит, я понял, ладно. Поблагодарил. Роман Проликов. Мир вам стихотворения. Про пояс можно считать, начиная с последней стропы, как у веревки, начало может быть концом. Ну, вот это он говорит. Я начал искать, где ссылочка была. Кое-как нашел. Вот. Про пояс. Где-то тут у него это было. Сейчас я посмотрю, может быть, действительно тут что-то есть. Да еще и не видно пояс. Почему нет, вот тоже неизвестно. Это надо посмотреть здесь стихи. Где пояс? Пояс. А вот он нашел. Пояс, кушак или крепкий ремень. Их место какое в моем гардеробе. Русский. Рубашку на выпуск надень. Пояс всегда был на русском народе. Поясом названа целая нация. Святостью, близостью к Богу гордились. С детства впитали заморские пакости. Сбросили пояс, как шкуру рептилии. Пояс имели пророки, апостолы, ангелов, грудь опоясанные. Видели, иноземная мода появится после. Пояс с оружием виден на кителе. И вот это все. Видите, на каждую строчку отдельное местописание. Просчитать, откуда мысль взята. Что же вы, рьяно, воюете против? Брюки, рубашку заправил, как немец. Кожа на яне. Пророки умны. Таким подражать не поленится. Смотрим, любуюсь, фольклорный ансамбль. Пояс со сверху у косовороток. Что же толпой распоясанной стали? Души смытьянов и в теле некротком. Истину пояс собой знаменует. Встань, припоясавшись в ресло ума. Пояс спасительный, чтоб не тонул я, стянутый страсти меридианом. Пояс из золота зрелый ан. На Иисусе, сидящем на троне. Что ж, распоясанным ходишь во храм? Пример за примером за совесть не тронет. Дьявол с грыщаткой вдова поясал. С Кораном выходят на подиум смерти. Лентой охвачен, положенный в ясли. Винные бочки все в той же манере. И что бы ни думали мы сохранить, чтоб пачки нам вихри не смели развеять. Деревца нежная, не искривить. С поясом жить – это много правее. 8 ноября 2004 года. Вот такой он на это сослался. Не все я понял, почему концом. Виталий Калиников. Да, глуп. Как меня Игнатий Тихонович назвал, кобель бесхвостый. Но при любодейку это не оправдывает. Точка. Сергей говорит. Мир вам, Игнатий Тихонович. Слава Христу, что с Никитой все разрешилось благополучно. Первое мое чувство было, что для монаха немыслимо от легкого замещания за свою грубость взять да и поехать к маме. А обед и сдерживает, и поневоле начинаешь искать миромирение и исправление. Второе чувство. Желаю вам совсем не расстраиваться. Да верю, что вы не расстраиваетесь. Ведь рамки вашей общины вы давно переросли. И теперь у вас есть обширный интернет-паства. То есть мы. Сам я с 2014 года скачал все ваши ролики. Особенно с вашим участием, включая уже ныне удаленные. Считаю, что согласно Святой Библии, миссионерство, то есть проповедь Слова Божия, и есть истинное христианство. Христос-то благословит ваш труд. С уважением, почтением, то ли монах, или кто, или митрополит Никандер. Вот все-то. Монах бы не уехал. Вот это же как вот замещание такое точное. Вот. Теперь, говорит, скачал все ролики с 2014 года. Не знаю. Все-таки 11200, или скоро уж 300 будет роликов. Это невозможно скачать быстро. Вот так. Про миссионерство тут такое дело. Юлия Суботина. Виталий, вы женщину ругаете, а мужики все равно хуже. У меня сестра с мужем живет уже 12 лет, двое детей. Любит она его, а он женится на ней, жениться не собирается. Вера Митрохина. Юричка, мир вам. Да сестра ваша сама виновата. Мы, женщины, не должны сами себя вести. Нам нужно быть самим благочестивыми. Как себя с мужчиной поставишь, так он относиться будет. Да и знать, за кого замуж выходим. Вину всегда можно искать. В себе нет. И только в себе. Господь сказал, что сеешь, что езжать будешь. Спасибо, Скресосе Юлечке. Сергей Астахов. Наслаждайся жизнью с женой, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей. И который дал тебе Бог под солнцем на все суетные дни твои. Потому что это доля твоя в жизни и в трудах твоих. Какими ты трудишься под солнцем? И Клисиат 9-9. Вот это взял и показал. Ну вот. Вчерашний день. Как бы просмотрели, что будет. Вот помаленьку подготовку веду. Потом пошел. Интересное событие было. Я кормил тут собак. Меня запретили. Дескать, рядом дети. Собаки-то хорошие были. Ну, а я знаю, которые три. Они тут речпорт. Я пошел туда, покричал. А их нету. Они убежали где-то. Я пошел дальше. И вдруг из соседей. Недалеко. Метров 50. Другая. Тоже там охрана была. И здесь охрана. Выскорились собаки. Такие злобные. Я успел наклониться. Только камень взял. Она чуть отступила. Но теперь я уже маленько вооружен. А потом увидел от полыни лежит стебель. И тоже взял кое-как от них. Отошел. Вот интересно. Вот такой человек. Идешь к одному. А он поменял собак свои мысли. И теперь на тебя кидается. А дайте собаке. Я приду и что-то принесу им. А здесь ни мяса. Ничего нету. Я обычно ходил сюда с мясом. Приду. Они ластятся. Провожают меня до дому. И вот я шел и думал. Вот так вот человек. Я иду в одно место. А чуть дальше шагнул. А там уже тоже охрана. Но все другое. И собаки другие. Немножко показать наши ресурсы. Вот так вот. Мой мир. Сюда все переносится. Мой мир. Погляжу. Что-то зашло. Нет. Ага. Вот. Начинает перетаскивать уже. Форум наш. Посещаемость очень маленькая. Там 300, чем 200. Ну и наш православный видеоканал. Вот он. Посмотреть, что события дня. А тут совсем немножко. 64. Кое-кто. Что-то. Кто-то. Что-то. 131. Которые люди стучались. Непонятно кто. Ролики выставил уже. Ну и. У нас. Это я что показываю-то. О. Во свете Библии. Надо посмотреть. Во свете Библии. Православный. Библейский сайт. Самое ценное. Вот вопросы. 424. Ну и сейчас. Просчитаю. Один и другой вопрос. Что в курсе были. Да. Дети. Вот в этой пачке. Вопрос 2605. 12-й том открытым оком. В первой книге Сарс повествуется, что порог Самуила обрещал предосвященника Ильи за негодных сыновей. Ильи увещевал сыновей и погиб из-за них. А у Самуила дети оказались не лучше. И в Библии не сказано, что он хотя бы что-то сказал в упрек своим детям и не пострадал от Бога. А еще Бог наказал народ, ропщащий на его сыновей. Почему так? Или что-то не написано в Самуиле? Ведь воспитание Ильи и Самуил были вообще-то наравне. Ответ. Самуил был мальчиком, когда Бог стал открываться ему. Он не обрещал Илье. Но только после неоднократных угроз от Ильи замолчания открыл, что Бог говорил о нем. Прощем, как было дело с Ильеем и Самуилом и с их детьми. Первая книга Царств. 2.12.17.23.25. Сыновья же Ильи были люди негодные. Они не знали Господа и долг от священников в отношении к народу. И грех этих молодых людей был весьма велик перед Господом. Ибо они отвращали от жертвоприношений. Господу. Это вот сегодняшние попы. В абсолютном большинстве. Из прихожан на 300 человек только один что-то знает. Уже проверено. И Ильи же был весьма старый. Слышал все, как поступает сыновья его со всеми израильтянами. И что они спят с женщинами, собиравшимися у входа в Скинию собрание. И сказал он, для чего вы это делаете, такие дела. Ибо я слышу худые речи о вас от всего народа Господня. Нет, дети мои. И не хороша молва, которую я слышу о вас. Не делайте так. Ибо не хороша молва, которую я слышу. Вы развращайте народ Господень. Если согрешит человек против человека, то помолятся о нем Богу. Если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем? Но они не слушали голоса отца своего. Ибо Господь решил уже предать их смерти. Поэтому не слушается, дерзят. И дальше. Так, о таком говорится впереди сынодя же Илья. А здесь, когда составился Самуил, то поставился на весь своих судьями над Израилем. Но сыновья его не ходили путями его. А уклонились в корысть. Что такое корысть? Корысть и трусость. Это главная болезнь священства. И брали подарки. И судили превратно. И сказали ему, вот ты состарился, сыновья твои не ходят путями твоими. Ну и дальше. Выпросили себя царя. Бог не наказал народ за ропот на сыновей Самуила. За отступление от Бога был упрек. Вот так. 1 Царств 8.7. И сказал Господь Самуилу, послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе. Ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. Только согласно кончине Ильи и Самуила, видна большая разница между ними. Один погибает за грех сыновья, а другой мирно прощается с народом. Там сыновья погибли в один день. А здесь ни слова об их кончине. Просто народ их не переизбрал на выборах. Те были богатступники, а эти взяточники. И разницу в детях показал Бог. Самуил за детей тоже был наказан тем, что его легитимная линия пророческих ставленников была прервана избранием Саула. Жить одному и не иметь друзей страшнее кары, злому не измыслить. Не храм душа тогда заброшенный музей, в порывах ветра под ногами листик. Пустыня, созерцание, пещеры, безмолвие, корешки и для себя лишь труд. И никого друзей, когда ресурс исчерпан, когда разорван, не сомкнулся круг. Эгоистичный дума о себе, уход из мира – высший эталон. Не к людям с благовестием их бег и зашуждением вокруг стены заслон. И никаких примеров из Писания, но и из вращения евангельских словес родных и близких видят только псами, а сам живьем на небеса залез. Не отделяйтесь в алтарях на час, не покидайте падших и заблудших. Без света и без влаги даже дуб зачах. Слова Христа кто посягнул улучшить? А он учил благовестить родным с доставкой на дом и без оговорок. Измысленный идол Моно, Т-1, норы реки у пещерских норок, где двое или трое не на час в командировку с Павлом суетятся. Не просто труд апостольский начать, ни монархические бред, ни басни лясы. Монашество нежизненно и вредно, когда скрывается по дебрям островам. Канонизировали сновидения бредни, как бы апостольская церковь не права. Кто обречен таиться и не сеет добро, их неизбешен за таланты допрос. И в этом оказаться можем все мы. Не принижать евангельскую планку 12 февраля 2005 года. И вот так. На сегодня все.